Симбирская епархия Симбирская епархия Еще раз поздравляю всех вас, преосвященнейшие владыки, отцы, братья и сестры с нашим юбилеем Симбирской епархии. Мы благодарили сейчас Бога за те благодеяния, которые видели от него на протяжении этих почти двух столетий. И просили Бога о том, чтобы, несмотря на наши грехи и наши немощи, несмотря на настроения, которыми полна наша жизнь и церковная, и общественная, несмотря на это, чтобы Господь и дальше провалил бы над нами свое милосердие и свою милость. И дал бы нам действительно то, о чем мы молимся на каждой божественной литургии. Тихое и безболвное житие во всяком благочестии и чистоте. Вечером того же дня во дворце книги прошел концерт духовной музыки «Тебе Бога хвалим». Концертную программу исполнил хор Спаса Вознесенского кафедрального собора Симбирска под руководством регента Романа Хитёва. Русская духовная музыка – это особая страница в истории мировой культуры. Исполнители постарались открыть для слушателей ее красоту и величие. Песня «Тебе Бога хвалим» Мы решили в качестве концертного репертуара выбрать исключительно церковные песнопения выдающихся мастеров хорового искусства, таких как Дмитрий Бортнянский, Александр Архангельский, Александр Костальский, Константин Шведов и других композиторов, выделяющихся своим незаурядным хоровым письмом. Также стоит сказать о том, что это было первое выступление, первый сольный концерт смешанного хора Спаса Вознесенского кафедрального собора. Концерт посетили представители духовенства и миряне Симбирской епархии, деятели культуры и искусства, жители города. Никто из слушателей не остался равнодушным в этот вечер. Сегодняшний концерт, который я прослушала, это просто чудо. Я получила такое вдохновение, ведь духовное песнопение, каноническое песнопение исполнено таким мастерством. Высокопрофессиональный хор, прекрасный регент. И я полагаю, ни один человек не может уйти с такого концерта равнодушным. Сохранение истории, в том числе и церковной, является важной задачей для любого поколения. Чтобы осмыслить почти двухвековой опыт церковного служения на Симбирской земле, 2 марта во Дворце книги была организована научная конференция «Симбирская епархия за 190 лет. Вехи и люди». Участники конференции познакомились с выставкой «Церковь на Симбирской земле. Новейшая история». Она рассказывает о служении церкви в годы гонений, о возрождении церковной жизни в конце 20 века и главных святынях Симбирской земли. Представленные на конференции доклады были посвящены ключевым событиям епархиальной жизни за 190 лет, Симбирским святым и подвижникам благочестия, истории монастырей и храмов. Мой доклад на этой конференции был посвящен разрушенным и затопленным затем храмам Ульяновского завожия. То есть тем двум храмам, это Казанский храм и Никольский, которые были расположены на территории современной нижней террасы. Такие конференции обязательно нужны. Причем, видимо, нужно расширять и состав их участников, и время их проведения, публиковать выступления, потому что изучение истории для нас очень важно. Еще очень много белых пятен. Нужна координация усилий исследователей. Мы здесь знакомимся, мы здесь представляем результат своих исследований. Для нас вот эта обратная связь, которую мы получаем на конференциях, очень важна. Цикл мероприятий, посвященных 190-летию Симбирской епархии и 10-летию Симбирской митрополии, будет продолжен. 3 апреля планируется проведение Вечера памяти протерея Алексея Скалы, который внес значимый вклад в возрождение церковной жизни на Симбирской земле. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Симбирская митрополия Мы собираем вещи, товары первой необходимости и продукты первой необходимости для людей с Донбасса и жителей Донбасса. То есть у нас организовывается сейчас помощь и для центров, которые здесь находятся, помощи. Это конкретно памперсы просили, детское питание, порошок. Протеерей Павел Путинкин, священник, окормляющий пункты временного содержания беженцев, отмечает, что участие в сборе необходимых вещей принимают все приходы города. Священнослужители обращаются к жителям с призывом о помощи во время проповеди, однако многие захотели помочь, не ожидая каких-то специальных объявлений. По благословению владыки Лонгина в каждом храме были размечены объявления о том, что требуется сбор гуманитарной помощи на сайтах епархиальных, на сайтах приходских тоже были объявления. Но здесь этот процесс был такой совместный. То есть люди даже сами уже еще, не успев даже и прочитать это объявление, сами звонили, спрашивали, как мы можем помочь, как мы можем поучаствовать, чтобы этих людей поддержать. После того, как продуктовые и вещевые наборы сформированы и надежно упакованы, их отвозят на таможенный терминал. По дороге отец Павел посещает пункт временного содержания беженцев в гостинице «Венец». Люди охотно общаются с батюшкой, с радостью принимают продукты первой необходимости и духовную литературу. Они просят помолиться за своих родственников и организовать молитвенные комнаты. Следующий пункт прибытия – это таможенный терминал в промышленной зоне за городом. Отсюда собранные вещи и продукты отправятся нуждающимся жителям ДНР и ЛНР. На другой день с площади старого железнодорожного вокзала в Ростовскую область был отправлен гуманитарный груз для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В церемонии отправки приняли участие представители политических партий, общественных и религиозных организаций. Сегодня мы отправляем груз гуманитарной помощи городским народам до 20 лет. Я сердечно благодарю тех, кто отликнулся на наш призыв и принял участие в формировании этого конвоя. Со словами благодарности к присутствующему обратилась жительница ДНР Дарья Пикус. Она поблагодарила всех неравнодушных людей за оказанную помощь и выразила надежду на скорое возвращение домой. Я хочу выразить огромную благодарность правительству Ульяновской области за то, что нас так тепло приняли, за то, что нам дали все, что нам необходимо. За нами ухаживают, как за маленькими детками. Все, что нам необходимо, все предоставляют. Условия очень хорошие. Персонал, все, кто нам помогают, все просто золотые люди с большим сердцем. Мы очень хотим вернуться домой. Дочка плачет каждый день. Она хочет в садик, она хочет к своим друзьям. И у меня там работа, и мама у меня там осталась, и бабушка. Очень хочется домой. Мы телом здесь, а душой находимся дома. На 1 марта в храмах Симбирской епархии было собрано и передано примерно 2 тонны продуктов и 30 мешков с одеждой и обувью. В настоящее время сборы гуманитарной помощи продолжаются. Все желающие могут пожертвовать вещи, продукты, предметы первой необходимости и школьные принадлежности в любой из храмов Симбирской епархии. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская метрополия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В наш адрес поступило обращение с просьбой пояснить, как быть, если во время молитвы постоянно отвлекаешься, так что теряется смысл, и молитва превращается в механическое прочтение текста. В первую очередь здесь следует задать себе вопрос, о чем мы чаще всего думаем во время молитвы. Ведь это не какие-то абстрактные вещи, а то, чем мы живем. Это наша работа, это наши знакомые, это наши повседневные обязанности, которыми мы отягощены. И если это во время молитвы настолько владеет нами, то значит, владеет и в другое время, владеет настолько, что мы забываем о Боге. Для того, чтобы справиться с таким недостатком, святые отцы рекомендуют один из способов, чтобы непосредственно во время молитвы, насколько это возможно, выйти из этой погруженности в те дела, которые вот так тяготят нас, понимая, что все находится в руках Божьей и все совершается по этой воле. Во время молитвы тогда мы сможем себе сказать, зачем я думаю об этом сейчас, и зачем я об этом пекусь, если сам Господь управляет всеми моими делами. При этом не следует оставлять молитвенное правило, сокращать его, из-за того, что у нас не получается сконцентрироваться на мысли, но следует в этом упражняться, не забывая о том, что во время молитвы мы отдаем или жертвуем, правильнее будет сказать, Богу самое лучшее, то есть то, что мы уже не можем себе вернуть, это время и наши силы. И Бог воспринимает даже такое старание, как посильную жертву и отвечает на наши просьбы, которые мы испрашиваем во время нашей молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok